Вот Игнатьич решил проведать кошечек тут у нас, чернушечек. Ну они ходят у меня как, а? Че они работают? Ну куда они денутся? Ну как? А где они тут? Попрятались. А где черненькие мои? Холодно же, попрятались. Попрятались, а? Ой, сколько тут они насолили-то. Ой, какие хорошие кошечки. Я им сегодня землю заменил, вон там, в тазике. Уху-ху-ху, ты много насыпал-то, зачем столько им? Нет, нормально. Надо маленький слой и чаще менять. А это что? Гляди куда. Ну это не такое, не беда. Куда они могли деться-то, а? Вот одна. Вот одна. Тут надо залезть туда, посмотреть там, закрыть, потом выбери время, чтобы они не попали туда. А ну-ка пойдем в той комнате. Нету ли? Чёрненькие наши. Где они, а? А где эта маленькая-то, которая бегает? Она со мной жила, когда я приезжал в больницу. Нету? Чёрненькие где мои, а? Ты их видел сегодня? Да. Это надо же, как же они могли спрятаться так, что не видно нигде. Ну-ну. А-то видишь, как поставили на чурочки, чтобы кошка могла туда пролезти. Ну, наверное, не пролезет уже. Мешки-то сдвинулись. Мышкам тут простор. А это что-то, не знаешь что-то? Не знаю. А? Не знаю. Ну тогда посмотрим. Это одеяние какое-то. Кто положил, непонятно. О! Эту шкурку положить там, где они спать им. Пусть они лежат тут. Ну что, пошли. Не увидал я их. А туда, это посвети-ка этим. Ну-ка, попробуй. Туда, вот сюда наклониться. Вот они где, кошеньки мои. Ну-ка. Они там где-то туда могли пройти. Я там жесть закладывал. А вот туда вниз нету? Нету? А тут даже очень странно. Не видно. Ну-у-у-у. Ну все, пошли. Заключай свет. Пойду. Раз ты видал, значит, все в порядке. А на воскресенье до обеда их выпускать можно. Ну-ка, ты знаешь, как закрывать, закрывать. Запирать будешь? Этот нет. Нет, ну ладно. Еще синюю все утро. О-о-о. Что? Да туда отнеси под эту, под калину поставь. Я буду калину брать. Подожди сами. Может наберу побольше. Варенье сварим какое-нибудь. И главное, как только не начну смотреть калину. Вспоминай, Рахиль прижали, загудили на. Как мы с ней брали тут. Не упадет? Ну опасно, конечно. Ну ладно. У тебя хорошо получается. А ты это, значит, сами не пробовал? Нет. Очень удобно. Не раздавливаешь. И главное, даже при холоде можно. Ну ладно. Покажу голубей. О, голуби. Вот у меня лестница. Виктор Андреевич сказал, лазили без меня, когда они ухаживали. Прям страшно, говорит. Но она, ясно дело, что уже тут. Вот она, сгнившая какое-то. Ну и вот мы с Игорем Дубуновым сделали эту лестницу. Вот посчитай, сколько ступенек. Эти палки длинные, вот эти луки называют. А здесь потеряю, кто привез на длинной машине. А тут у меня голуби. Так. О, у меня Володя что там делает-то. Иду. Виноград закрывают. Там доски лежат. А потом вот разным тут целлофановые мешки и шипером. Вот смотри, сколько. Это виноград у нас здесь. А ты попробуй вон тут потрясти там яблочки. Я бы собрал их. Посмотри, маленько потрясти. У меня что-то не очень получилось. Вот мои окошки. Там Надежда живет. И вот отсюда, видать, вон там красное здание. Вот это вот ветеринарное какая-то. А там красное здание. Это сейчас музей искусства и литературы. Истории. Там был краевой суд в 86 году. Там меня судили и по этапу отправили. А это вот рядом тополь большой. Буря была. Вот какой суха отломила. И, конечно, она дарахнула там по крыше. И вон там еще обломила. Погнули. И окошки разбили. Вот так. Ну-ка, покручи. Что-то не вижу я. Вот она где. Ну-ну-ну. Тут надо, наверное, палкой сшибать. Упали, нет? Посмотри. Ну, несколько штук упал. Не упали. Вот они держатся, яблочки. Ну, яблочки-то небольшие, но хорошие. Ну-ка, покажи какие. Вот. Такая яблоня большая. И вот она наполовину почти подгрызнена была мышами. И кора только чуть-чуть была, полоска одна. И однако вот все растет. Вообще удивительно. Да. Это вот кусты калины красной. Сейчас я возьму тазик, при тебе полезу, посмотрю как. И вот эти тринадцать соток в центре города. Поддали нам. Сейчас мы смотрели с Володей. Пойдем-ка посмотрим. Мне кажется, береза наклонилась вот эта. Не больше ли она наклонилась, чем была раньше. Это вот соседская береза. Вся еще в листьях. А наша, это вот яблонь коронетка. Вот она как наклоненая. У нас же тут занятия были на улице. Как могли не видеть. Но главное, она может опустилась и была выше. Если она была выше, тогда понятно. Попробуй. Перетяни. Тогда она натянется. Хомут этот на ней. Ну-ка подергай. Вот здесь. Нет. Вот это вот надо. Хомут. Хомут самый. Она могла опуститься и поэтому ослабела. Во-во-во-во. Еще. Не поймешь, кто кого держит. Береза забор держит. Или забор березы держит. Так. Еще. Видишь, уже натягивается. Вот она еще в чем дело-то. Она так высоко не была. Не была? Она такая была, да? Нынче тогда было вот сущок тут обрезанный один. Вон. Вон в ней. Сейчас я покажу где. Вот он. И я на него все время вешал тут банку. А что-то не видать. А вот он. И банку вешал тут. Пятилитровую. Набирал сосок. У соседа. Сосед пьяный. Спалил пол дома. Его сдали куда-то. В дом престарелых. А брат приехал, все построил. Вы можете вон семена у лука собрать. У вас потом зелень будет. Ночью я постригу ножи сами его. По весне у вас. Посеять и все. А куда посеять? Ну, маленькую грядочку и посеять. И зелень взойдет. А я специально загородил. Коты ходят, мочатся, чтобы не попадало. Они уже там раскрылись и выпадают на себя. Ты пока она поснимай. Я сейчас приду быстренько ножницы возьму. про голубей, про дрова, про все покажи. И с той стороны покажи. Вот так вот. Как обычно. Мне сейчас на работу надо идти. Ну ладно уже, что сделаешь. У меня работа такая. Работаю братьев, все верующих. Сидят. Нахохлился. Сидят. Нахохлился. Калина горькая, кислая. Но зато, говорят, полезная. Еще поприще ждет. Вчера вот начал уже потихоньку колоть. Чурки мощные. Вот он даже вот. Вырос кап. Такой здоровенный. Ну это есть, что бензопилой. Пилю. Они уже такие. Сложно колоть их, потому что верхняя корочка уже затвердела. А летом никто что-то не прикоснулся к ним из братьев. Все заняты. Хоть в городе живут, а заняты еще хуже, чем в деревне. Под семена. О, как кружится. Вот я взял, загородил железом. Коты ходят, мощатся. И мне никак это не нужно. Так, а сейчас ее отламывается будет. Она отламывается без ножничков. Без ножничков. Без ножничков. Сказал, что-то не хорошо. Ну, вот так еще лучше. Прямо вот так. Ты лучше? Да, да. Мы также с матушкой собирали в деревне. Да. У меня получится. Я люблю его. Весной. Я сейчас утром ключи потерял от храма. Еще потерял? Ключи от храма. Вот эти вот. А где они были? А в месте, в котором мусор тут я собрал. Они не привязаны были? Привязаны. Она отвязалась. Я вместе с мусором выкинул на свалку. Я не плохо привязал. А если бы не нашел? Вчера считал, я потерял. Да. Куда-то попали в мешочек. Куда-то попали в мешочек. О, как хорошо-то. Что у меня так быстро идет? Вот с этих семян головочки получаются маленькие, на посадку следующего года, чтобы луковицы хорошие были. Да это, по-моему, батун. Батун это? Да. Ну, друзья. А все, потерявки нету батуна у нас. Там у батюшки есть, можем взять. Да у матушки есть там все. Ну, я говорю, сделайте. Да. Так у вас еще вон зелень есть, вы по ней ходите прямо? Да, по ней хожу. Вот эта зелень, вон, вы можете резать и есть ее. А ну-ка. Сейчас подожди. Вот я вот здесь пока. И нарежешь. Тут она, видишь он лежит. Тут убирать надо он зеленью, с этой травой. Ну да. Крапива. Тут не больно. Это надо на столе там, а то холодно. Ну давайте калину сперва. Ну ладно. Я пойду сейчас калину убирать. Давай. Вот я вам положу здесь. Значит я вчера уже и пол был. Значит что я делаю? Подеваешь потеплее. Значит. Рукавичка вот эта мягенькая. Чтобы она в этой попасть, ну когда отдельно, то мерзнет рука. Вот видите, я обстрюк уже. Вот она вот так. Смотри. Вот когда стригу, что-то все вспоминаю Рахиль. Загуби. Загуби. Она тут была. В Казахстане. Мы с ней брали. Уже было такое время. А вот если может быть держать бы как-то. Ага. Тем более калина, это как вот. Ну берешь, можно сгибать ее. Она не пропадает. Ну, вдвоем-то быстро. А мне уже идти надо сейчас. Да. Конечно. А я тебя хотел попросить подержать. О, на стремянку залазить там много у меня. Ну-ка давай вот эту еще опутика. Вот эту. Подсиди мне. Подержи все. И потом я полезу тебя с этой. А то еще буракнусь и ничего не будет. Видишь как? А когда так брали, рукавички течет, мокрые. Я понял, это неправильно. Халина красная. Все Шукшина вспоминает. Но он назвал-то так. Без всяких претензий на большее. А получилось, что смотрит. Вспоминает его. Счастья никакого не нашел человек в жизни. Меня лжун. Пил. Курил. Так и понял. Очень интересно. Приехали, говорит, там в свидание. Фильм снимался с Шолоховым. Михаилом Александровичем. А Шолохов на него внимание даже не обратил. Его, говорит, сильно это задело. Я и журналистом, и актером, и разное. А Шолохов всего лишь писатель. Да и то сомнительно. И более этот труд был, когда он писал «Тихий дом». И он пришел домой. Товарищи-то пишут. И утром обнаружил. Он уже ушел на суд божий. Мне интересно было, когда он первую жену на площадке или где полюбил. Ну и в темноте она, говорит, слышал врохот сапог. А он по Сталину подражал сапоги и все старался надеть на себя такое. И на ходу, говорит. Я, говорит, успел одумать. Он подскочил в потило и поцеловал. Ну, гадство, кажется. Нас теперь так просто не возьмешь. Ого. А потом полюбилась другая. А почему он так поступил? Почему поступил? Потому что в Бога не верил, как должно. Иначе этот страх Божий удержал его. Все против страха сегодня один. Я говорю, а вы на дороге боитесь? Милиционер-то вам дырку сделает. Ну и вот все. Вот как бы ее повесить, как ведро на шею-то. Я бы рукой-то подержал, она шатается, я не могу ее поймать. А как же это мне сделать-то, а? Ведерко на шею повесить? Ну, конечно. А? Да. Ну, тогда так. Сейчас пойдет тогда ведерко. А у нас есть такое целлофановое-то? Или все по теряшке остались? Пластмассовое? А? Пластмассовое? Ну да, пластмассовое. Не знаю. Ну, если с железным, как это, я не знаю. Я не против, но жалко, что погну его, когда упаду. Ну, а пластмассовое сломается, если упадете? Пластмассовое сломается. Какой вариант лучше? Железное. Железное. Такую бумажку, чтобы железная. Ни один шлондор меня не трогает. О-о-о. Вот оно что-то. Видишь, как падает? А когда я буду держать ее, он намного быстрее будет. Он шатается. Вот он. Видите, какая пища. Вот. А когда рукавичками-то брали, по рукам тесет. Холодно. Вся раздавлена. А тут ни одной не раздавил еще. Еще раз случайно так постоял, посмотрел. А одну сорвал, потекла по рукам. Ну что, надо ведро убрать. Ты, может, сходил бы, сделал мне это. А я пока постригу. Ну давайте. Давай-ка я покажу. Давай, подожди-ка. Смотришь, кто подострелит? Угу. Красный. Тут машин мало ходит. Бензокренов на ней нет. Ну все, сделаем веревку с веревочкой. Да. А я пока тут пройдусь. Вот так. Вроде пока ходит, я покажу, где мы находимся. Это вот вышел здесь в соседский дом. А тут рядом опит еще. Вот. Вот я иду здесь. Это вот наша колонка, где воду берем. Я не буду не приближать ничего. Володя там выйдет, а меня нету. Вот здесь какая-то протока течет рядом. Вот эта улица, кажется, промышленная. Вот так. А на железную дорогу туда, в речной порту. Но уже нет ничего. вот здесь, я не вижу, тут что-то перегородили или еще. Тут. Тут же была вода. Воды нигде не видать. Тут даже кораблики стояли. То ли они перегородили, дамбу сделали. Ну да, наверное, эту протоку решили завалить. Чтобы не подмывало. И они возят и возят сюда мусор. Вот это да. А тут вот протока была. Вода. И тут стояли маленькие катера. Вон они сколько здесь. Техника вон берет и тащит. Ну, сразу тащит полкубометра, наверное, или больше. Да больше. И собственно, это... Вот какая машина огромная. Иностранная. Хорошая машина. А вот дальше здесь, за этими... Там уже лес идет. Это уже на той стороне Оби. За ними Опп идет. Прямо рядом здесь. Место очень красивое. Это два здания. Тринадцати соток, которые я получил. Ну, вот тут объявление. Это улица наша. Вон там то самое здание. С крыши, видать. Вот с этим зданием. Вот это ветеринарное. А там видно здание, видать. Это здание краевого суда. Теперь музей истории, литературы, искусства. Вон там, видать его. Красное. Тут меня судили. В восемьдесят шестом году. Июль-Август. Ну, я теперь пришел. Володя должен был сделать уже ведро. Новинку увидал. Ну, сегодня 24 октября 2019 года. Четверг. И вот как Господь делает, что добрые люди всегда помогают. Помогают. И вот здесь у меня голуби пожирали с крысами. И тогда пришлось всех увезти в Потеряевку. А тут все ковать железом. И вот голуби где-то залазят. Это залетает. Вот этот ветер гоняет. Тут листья уже. Ну, что ты говоришь. 14 октября покров. Обычно покрывается земля снегом. Вот. А вот здесь, которые висят. Видите, какие тут кульки кверху. Это паранит. Ни одна кошка не залезет. Ни одна, говорится, мышь туда не пойдет. А сверху сетка. А вот это, который штырек, для которого голуби садятся, тоже железная. Сетка железная. Если как-то прыгнуть, кошка оборвется. А вокруг вот это, как крылья сделаны. И внизу. Я не вижу, что-то темновато. С железом. И все. Вот уже сколько, может быть, лет 8, а может 9. Никакая тварь. Ну, мыши там лазят. Там, которые на крыше. А здесь уже нет. У нас везде надписи в храме. Вот такая надпись в коридоре. В прихожей. На улице, на дверях. Все это открыто пишется. Володя тут тренируется. Володя тут тренируется. О! О! Молодец! Давай! Я сейчас грыжу. Сильно длинная? Нет? Нет, нет. Нормально. Нет, не длинная. Ну-ка попробуй. Я сходил. Сам посмотрел. О, ты привязал-то, а ну видишь как. Ну. Это еще не сделаешь. Это надо было бы эту дырочку продернуть. Постой-ка. Нет. Как-то. Черт. А тут развязать надо. Да. Да. У меня руки замерзли. Покажи, держи. Так главное, а погреть тогда их? Чего там? Ну туда просуни одну хотя бы веревочку туда. Дырку. Она в кучу сбилась и все. Поплыла по ней. Вот здесь-то у нас-то стояли-то маленькие катерки-то. Ничего нету. Сухое место. Там пенсионеры все время рыбачили. Видно, где-то перегородили его, высушили воду. Все, нету. Ну-ка. Хотя бы одну туда просуни. Так за тобой, Игорь, заезжает? Нет. Время-то много уже. Много уже? Конечно. Мне надо уже давно быть на работе, а я все-таки копошусь. А ты туда просуни только одну веревочку. А другая из-за нее уже никуда не пойдет. Вот так. Она поменьше будет. Вот, а теперь стой, сравняй со второй-то, которая была. В натяжку. Я буду тянуть сюда, там делает поближе. Это высоко сильно. Туда протяни подальше. Поближе надо. Еще, еще, еще. Вот так вот. Что, завязать? Нет, 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 нет. Вместе там рядом. Завязывай вместе. Ну-ну. На этой завяжи. Завязывай, как ты хотел завязывать. Завязывай. Так, подожди. Затяни только, сейчас они не выровнялись. Еще, еще. Вот так. Все. Теперь между собой связывай. Двумя узлами ее и все. Полез. О, руки как мерзнут. Ох ты. О, это что-то значит. Так, в рукавичке. Это правда. Покажи, игрушка. Так. Да давайте я сделаю Давай Ты как делал, докончил до конца Подольше Она слишком близко ко мне Я побоялся, низко будет, а нет Давай-ка я буду натягивать Стойте, сейчас Вот так, вот Как было, так и делай Так и вторую-то не обязательно Да она лучше будет Ну давай Все Ты куда завязываешься Ты с этой веревочкой связывай А что ты между собой Она сейчас вытянется и все Никуда она не вытянется Куда она вытянется Сейчас с этой перевязываю Вот с этой Захватывай за нее К ней привязывай К этой веревочке основной Во, по-английски это война Так Ну можешь там петельку, чтобы легче снять Да Не получится уже все полезно только сопли морозишь собрать колено когда по пальчику по одному сюда рука сразу езжет потому что они друг друга не греют пальцы вешать пока вот так вот А раньше мы брали вот так вот, тянули, что будет, по рукам течет, на пол падает много, смотришь, красно, ну надо, вот так же, а так ничего нету, вот, что-то вот так делал, взял сюда ее. Это вообще рата придумала, как ягушка путешествовала, это ягод придумала, заключала да и упала. Вот и что делается. Можно оба общиться, быстро будет, вот, там бы я ее не поймал, а тут она у меня, прямо, то, что ты возился, это все оправданно. Длина Полипекина, я не знаю, она стригла, кажется, я не видал. А на воскресенье, когда занятия были, она бралась здесь. Я смотрел, как орехи добывают эти, а как они их шелушат, никак, они их прямо так и продают в кожурье, в оболочке. Орехи этого кедра, кедровые. Мы когда были в дороге, Валентина, кажется, барышняка, Валентина Алексеевна, купила нам, ну, просто большой мешочек. И мы дорожные сюда ели. Пост когда, раз в кусочках, они вкусные такие. А вот надо научиться правильно калину. Наши говорили, такой, на базаре продает. Калина с медом, калина с медом. А мед, говорит, я и без нее сладкий. А тут тоже надо узнать, кто за кого замуж вышел. Вообще, авторитет будет дальше. Бывает от родителей, бывает от мужа. Ну, в любом случае, жена не должна занимать такое, чтобы муж себя не чувствовал мужиком. Бывает, она ей больше зарабатывает, дай бог. Ну, чтобы она не возносилась. А иначе пригласили ей одну не быть. Как я в Германии был, с одной сестрой разговаривали. Я говорю, одна ты живешь? Да, одна. А как? Да как, разошлась. Он бросил меня. Чтобы меня бросил, женщины так не говорят. Она оставила. Нет, говорю, то он ушел. Почему? Я все время показывал, что я умнее его. И больше знаю. Даже я не хотела вроде как и равняться-то с ним. А вот подравнялась, сейчас одна живу. Он ушел в другой. Значит, тут надо знать, что и как. Смотри. Это вообще чего-то стоит. Это изобретение. Это далеко. Надо ближе ставить. Мне далеко так неохота залазить. Я пониже буду. Все время шатает. Почему? Ну, потому что неровно. Благодарю вас. Ты мне здорово помолв ты совсем. Я вчера думал, как виноград закрывать. Вышел, а ты уже закончил. Вчера ты не набрал мусор. Ты думай, ты меня, это мы начнем его возить. А ты зашел и говоришь, а я его уже вынес. Ну ладно, пойду я тогда. Ну давай, с Богом. С Богом. С Богом. На стол положи. Слава тебе, Господи, наше слава тебе. А за каждого швейбра, что я его выступлю, что намного наберется, я выступлю время. Слава тебе, Господи.